Приветствую вас. Давайте для начала разберемся с тем, что вы написали. Живем с девочкой в общаге, познакомили нас общие друзья в общаге. Насколько много, Вячеслав, у вас общего с девочкой? Насколько активное участие в ваших отношениях принимали и принимают друзья? Не входит ли подруга этой девочки в круг тех друзей, которые вас познакомили? Далее. У нее была подруга, но подруга не держала язык за зубами. Один раз девочка рассказала лишнюю информацию обо мне. Как, скажите, пожалуйста, Владислав, простите, пожалуйста, Владислав, информация о вас может быть лишней? То есть это как? Вы чего-то стыдитесь? Вы чего-то опасаетесь? Вам что-то неприятно в отношении себя? Для чего же тогда вы делитесь этой информацией с другими людьми? Если вам неприятно. Дальше. Узнала еще пару человек. Девочке сказал, зачем она? Она плакала и извиняла, что общение свелось на ноль. Общение кого с кем свелось на ноль? Все равно изредка общались, но я так понимаю, что общалась девочка с подругой. Почему общение свелось на ноль? То есть это ваша инициатива, чтобы общение свелось на ноль или как? Ранее при ссорах они пересекались, пару словами обменивались и все. Ранее при ссорах. При ссорах кого с кем они пересекались? Извините, не очень понятно. Последние две ссоры жесткие, опять же, кого с кем? Теперь вы уже имеете в виду, что вы ссорились, получается? Ранее при ваших ссорах они с ней пересекались или как? Последние две ссоры жесткие. Чьи ссоры? Ваши ссоры, Владислав? Из-за чего вы ссоритесь? Какова ваша ответственность в этих ссорах? Давайте разберемся, какова ваша ответственность, почему вы ссоритесь с ней. Она с ней начала пить, общаться, обсуждать парней, обсуждать наши отношения, все, что у нас происходит. Знает эта девочка, меня это бесит. Девочка с детницей и шерта. Чем вас это бесит, Владислав? Готовы ли вы принять личную ответственность за то, что вас это бесит? Готовы ли вы признать, что тот факт, что вас бесит, это ваше чувство? И нужно говорить об этом чувстве. Нужно обсуждать это чувство, нужно выражать его, нужно смотреть, что вы можете с ним сделать. Не с девушкой, а со своей, и не с ее подругой, а с причиной. А причиной вас, что вас это бесит. Так, как девушку оградить от этой подруги? Никак, потому что она выбирает, с кем я общаться. Никак. Вы не прави ее оградать, если она этого не хочет. Сначала слушалась, а теперь нет. Так обычно и всегда бывает, если девушка вас слушает, значит отношения неравные. В неравных отношениях человек либо полностью капитулирует и теряет свою цену, либо начинает бунтовать. Ваша девушка бунтует. Именно потому, что вы с ним устраиваете отношения вот такие, по принципу, ты должна меня слушаться. Это не самый лучший расклад. То есть это неравные отношения. Отношения напряженные, чем? Слова она моей не слышит. Какие слова? Какие слова она не слышит ваши? Манипуляциями как? Не очень понял этот вопрос. Подумайте о мотиве, о стимуле девушки вас слушать. Слушать ваши слова. То есть для чего девушки слушать вас? Значит, просто подумайте. Ну и вот эти вопросы всех, которые я задал, их тоже нужно разобрать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...